Федор, как вам сегодня погода? Никита Кривцов сказал, что тренироваться такую лучше, потому что хочется согреться. Ну, такая, да, уже прохладно стало. Не знаю, как футболисты Кубы адаптируются, но для нас не привыкать. У нас еще четыре игры дальше в чемпионате, так что еще придется немножко потерпеть. Саша Головин единственный, кто без шапки сегодня тренировался. Не общались с ним по этому поводу? Как же он особенно морозоустойчивый в сборной? Солнце Монако, его так согреть. Ну, сибирский парень, да, конечно. Как вообще прошла тренировка? Насколько готовы сейчас функционально, физически к матчу с Кубой? Что уже удалось узнать про эту команду? Потому что она для многих была максимально загадочной. Скажите. Ну, все ребята в хорошей форме, готовы морально и физически. Посмотрели несколько игр, Кубы разобрали. В принципе, понимаем, что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. Прекрасно знаем, что... Ну, хотелось бы, чтобы пришло побольше наших болельщиков на игру. Как мы видели, с Камеруном очень такая приятная атмосфера была при этой игре. И хотелось бы что-то подобное еще больше, чтобы людей пришло на эту игру и постараться их порадовать. Насколько вообще велика разница в настрое, когда играешь при своих трибунах? Потому что мы можем сравнивать два игру с Камеруном и игру с Кенией. Когда играли дома, одна была игра с Кенией, совсем другой был футбол. Совсем был другой настрой, ощущение было у команды. Вот насколько это можно сравнивать, что сейчас играем опять дома, опять при своих болельщиках. И нужно прям максимально победу играть. Все ждут. Ну, конечно. Когда ты играешь дома, при своих болельщиках, они тебя гонят вперед. Хочется показать себя с лучшей стороны. Да и вообще, конечно, в играх за сборную всегда хочется показать себя с лучшей стороны. Будем отдавать все силы. Постараемся играть в красивый футбол. Вообще, хочется ли играть в тот самый красивый футбол? Потому что, опять же, мы видели красивый футбол с Камеруном и видели совсем другую игру с Кенией. Вот почему такая разница периодически происходит, такой контраст? И насколько сами футболисты хотят показывать на поле не просто результат, да, играть на победу, но еще играть красиво. Пяточки, забегания, стеночки, чтобы все это было так эффектно. И для зрителей тоже. Честно говоря, сейчас не могу сказать. По игре с Кенией много факторов было, но с своей стороны могу сказать, что равнодушных нет. Все хотят играть и показывать свое лучшее качество. Сейчас некоторые отмечают то, что интерес к сборной намного ниже. Как ты это воспринимаешь? И вообще, когда попадаешь в сборную, как это чувствуется, когда читаешь какие-то такие вещи или слышишь от кого-то? Не могу сказать. Не слежу за тем, что интерес как-то ниже стал. Понятно, что без больших турниров немножко, наверное, болельщикам не так интересно смотреть, но в целом, я думаю, люди соскучились по играм сборной. Ну что, Валерий Георгиевич, он мастер мотивации. Что вот он говорит перед такими матчами? Вот, например, сейчас Куба, да, команда, про которую никто ничего не знает, команда-загадка. Что говорит Валерий Георгиевич не в плане тактическом, а в плане эмоциональном, ну, чтобы как-то команду встряхнуть или это вообще не нужно? Да нет, наверное, ничего сверхъестественного. Опять же, мы хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые мы тренируем. Федор, перед нами только во вторник тоже стоял Андрей Мастовой, и он говорил, что у него было летом возможность уехать в Европу, у него было предложение от Франции. У тебя за последнее время был ли хоть что-то подобное, может, не из Франции с другой европейской страны? Ну, я об этом пока ничего не знаю, если честно. Ну, то есть не было? Ну, я не знаю, как предложение. Это нужно разговаривать с Кубом. Федор, тоже один и тот же вопрос, в принципе, всем игрокам. УИФА в этом году принял решение допустить команды России до 17 лет к Бору на чемпионат Европы, на чемпионат Европы. Потом Джеребевка там уже просто прошла, и поэтому УИФА отложил это решение. Поэтому, ну, Александр Валерьевич говорит, что в следующем году уже возможно, что они будут принимать участие в турнирах. Вот как на это смотрите, как отреагировали, возможно, уже видели такие новости. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы ребята молодые играли в футбол и играли на больших турнирах. Это шаг к общему возвращению? Ну, это сложный вопрос. Честно говоря, на него не знаю ответ. Но в любом случае все ребята соскучились по большим турнирам.